всем значит так сегодня среда иду на работу утром час 10 утра будет несу вот компьютеры заодно думает расскажу про одну тему пока иду кто хочет посмотреть бы на сайт посмотрит кстати меня только что спросили там какая у нас тут температура и все такое погода ну разусоливать эту не буду какая температура 7 17 25 сегодня ночью 17 25 днем завтра послезавтра где-то 17 18 26 18 28 а потом в субботу 14 21 все вот такая температура сегодня солнце завтра солнце потом немножко дожди как и все в таком духе осень вот видно что все уже там это самое ну как бы листья пожелтели ладно я про другое иду позвали в один частный как бы этот кабинет или центр пусту стоматологический ну там кое-что им сделать и за одно я решил компьютер им отнести и отдать прикидывайте этот компьютер у меня валяется уже месяца 45 это доктора света стоматологического центра он старый все я ему предложил купить другой взамен и перенести ему данные ну фотографии семьи все на новый компьютер и он все время просил ну высылайте поскольку что стоит я покупаю и так это у нас продолжается каждый месяц каждый месяц я ему высылаю цены на компьютер новый он мне говорит что заплатит через течение недели там 10 дней и все сделаем потом что экономика плохая надо подождать следующем месте в общем эти байки для за пять месяцев мне так надоело я уже им хочу отнести отдать ему нафиг пускай сам себе что хочет то и делает один компьютер то есть я рассказываю если какая экономика в рентине если доктор частного кабинета зубного стоматолог не можете позволить купить компьютер обычный для дома экономика ему не позволяет кому тогда она позволяет ну это я про то выбрасывает такие компьютера или нет и вы думаете это единственный который не забирает компьютера нет это очень много таких а приносят на ремонт во первых какое-нибудь старье потому что уже надо как бы это самое ну чтоб сэкономить а потом когда видишь это старье уже никуда не годится что там допустим зарел жесткий диск или еще что-нибудь там такое плата материнская соответственно им лень даже прийти его забрать и от звонишь 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 заберите заберите у нас не склад не забирает мы сейчас когда принимаем на ремонт компьютера ну выдаем как бы такой бумажку я подписываю что мы взяли на ремонт компьютер ну там с указанием серийного номера какой компьютер когда шо число и сзади там есть такие в общем пункты да как бы условия ремонта и там один из пунктов написано что согласно закону закону такому то если компьютер пролежит после того как ну после ремонта скажем так больше три месяца пройдет этот компьютер мы имеем право выбросить куда-нибудь почему потому что у нас есть такое шум мы не являемся складом для складирования как бы чужих вещей кто хочет складировать где-то свои вещи для это есть гвардерия называется платишь и они где-то складируют то есть склады прямо тот пример мало ли ты куда-то переезжаешь одной квартиры съехал другу еще не заехал можно там нанять склад заплатить по месячной там свои вещи складывать ну или что-то там хочет хранить то есть это называется гвардерия гвардархоза то есть сохранять вещи а если кому хочется как говорят бросить у меня компьютеры поехать себе в отпуск а он пускай валяется или еще что-нибудь потом когда нибудь заберу то принц по закону через три месяца можем его просто выкинуть ну или себе забрать или еще потому что он считается абонда надо абонда надо это значит брошенная вещь вещь выброси на им хозяин не интересуется и вот мы даже написали специальный пункт где заставляем подписаться и поставить свой номер документа когда сдают на ремонт чего если он не заберет и очень трех месяцев мы имеем я им сразу говорю он ведь я говорю мусорку напротив дома вот будете искать через три месяца в этой мусорке и все-таки да не мне надо ты шо я же принес для того чтобы ремонтировать и не чтобы оставить еще и думаете да мне уже пол квартиры этих компьютеров ну не пол квартиры но вот сейчас сколько валяется таких брошенных ну пасть за последнее время сейчас 14 валяется брошенных которых вот один из них сейчас несу чтобы вот уже бросить ему консульторию ну смысл его этот приемную иначе ну как бы не хочется выкинуть этот компьютер вместе с его данными там его фотографиями его детей там еще что они приходят он даже одна она же которая здесь живет тоже привезла свой нет на ремонт сказал что там жесткий диск поломанный и сколько это стоит ранее за такие деньги делать не буду мой муж потом заскочить заберет и теперь вот уже две или три недели валяется все поваляется три месяца так что если слышит пускай заберет бы через пару месяцев в мусорном бачке будет этот компьютер в некоторых которые уже там по полгода погоду валяется я там повынимал хотя бы ну не знаю какую-то запчасть наподобие там экрана остальное все периодически вот так смотришь смотришь надоело достаешь в большой бачок и в мусорный бак вот такой кстати тема про мусорные бачки смотрите у нас мусорные бачки существуют ведь это просто пипец как смешно во-первых были дебильные потом поделали такие вроде немножко удобные смотрите видите нажимаешь ногой и он открывает а вот я вчера в фейсбуке в видео что наше правительство доверно дала сюда придумала городское а тут же полно людей которые не имущие они лазят в общем мусор собирает одним словом кое-что находят кое-что картонку сдают бумаги там собирает ну и понятно вечерами я думаю все уже знает таком ничего не секрет много людей не имеет средств для существования лазят и в мусорках и везде наше городское правительство сказала что она поделает интеллигентные мусорные бачки теперь в городе и показывали как наш мир города испытывает такой интеллигентный бачок то есть будет вот такой бачок на нем будет стоять электроника будет карточка электронные как банковская подходишь типа этот самый блин сказал про банки вспомнил не туда зайти надо кстати меня полицейского участка буду идти кому надо подходишь карточку подставляешь и мусорка щелк щелк и крышка сможет открыться это не сказали что у кого карточки нет и по которой мусоре ищут они не смогут туда лазить я прикидываю это просто офигеть вместо того чтобы сделать чтобы люди не надо было лазить по мусоркам они выделяют деньги на то чтобы закрыть мусорки электронными ключами прикидываете мусорки с электронными ключами это значит если я буду идти это наша полиция родная нашего района есть я буду идти по городу и мне надо выкинуть бумажку я не смогу открыть мусорку потому что у каждого свои электронные ключи это конечно прикол ну правда есть такие висящие мусорки на столбах но все равно это конечно прикол я не не догоняю вот это тратится на мусорки интеллигентные плюс опять же я так и посмотрю вот сколько дней они проживут эти интеллигентные мусорки когда придут те кто их постоянно открывает и что-то там ищет сломиком своим палкой которые они это и не перебьют все эти замки долбами ну в общем вот этот глупняк куда тратить деньги это просто у нас он процветает также вот такие вот дела и думайте народ что делать с этими компьютерами которые оставляют забирать не хотят или денег на ремонт нет а когда только не хочет ремонтировать так он уже ему лень даже ехать его забирать но то же время никто не скажешь а до оставил себя на запчасти там я не хочу нет типа я когда-то заберу все время я так звоню каждый месяц разве недели беру обзванию всех и говорю ты помнишь этот компьютер валяется ты помнишь и угрожать его скоро выйти и забери он да да вот я сейчас как это типа дела свои сделай так и заберу вот так и живем так что все надо наверно какие-то это дни устраивать когда там раз в месяц те же прошли три объявления вешать кому надо старье приходите разбирайте в этой мусорке будет лежать ладно пойду-ка я а банки не щас айкин надо